Уважаемый президент, уважаемые коллеги, с одной стороны, если говорить о лучевой терапии у больных саркомы и мягких тканей, а это в первую очередь, конечно, липосаркомы и сеномиальные саркомы, то лучевая терапия и подходы к лучевой терапии достаточно консервативны по понятным причинам, потому что таких больных не очень много, проспективных рандомизированных исследований тоже очень немного. И на сегодняшний день, с одной стороны, у нас, у меня две минуты уже перебраны, я смотрю, с другой стороны, если посмотреть на те рекомендации, которые существуют, и международные, и российские, то мы знаем две вещи. С одной стороны, мы знаем, что есть больные саркомы и мягких тканей, которым лучевая терапия необходима, потому что она благоприятно, потому что она снижает риск локальных рецидивов. И второй вопрос, который нас интересует, конечно, это вопрос о том, когда делать лучевую терапию, до хирургического вмешательства или после хирургического вмешательства. На этот вопрос, по счастью, ответы тоже более или менее существуют, хотя, я должен сказать, что если посмотреть литературу, то все равно проводят лучевую терапию и как предоперационное лечение, и как послеоперационную лучевую терапию. Но в целом мы знаем, это вот большое, проспективное, рандомизированное многоцентровое исследование, где было показано, что действительно, с точки зрения локального контроля, и пред- и послеоперационная лучевая терапия, она равна эффективно. Но если посмотреть на осложнение, то послеоперационная лучевая терапия выглядит привлекательнее, и поэтому она является, ну если так можно выразиться, извините за не очень корректное выражение, более стандартным методом лечения, чем предоперационная лучевая терапия. С другой стороны, если посмотреть на клинические рекомендации, то вы увидите, что и предоперационное облучение может использоваться у больных сарковой мягких тканей, и послеоперационная лучевая терапия. У каждого из этих методов есть свои преимущества, есть свои недостатки. Но если говорить о предоперационной лучевой терапии, то, конечно, с одной стороны, мы можем уменьшить объем опухолевой массы, с другой стороны, мы уменьшаем биологическую агрессивность опухолевого процесса так или иначе, поскольку мы агрессивно на него воздействуем до проведения хирургического этапа лечения. И в связи с этим сразу же целый комплекс очень привлекательных и очень важных эффектов. С другой стороны, если мы говорим о послеоперационной лучевой терапии, то я уже отмечал, что это тот метод лечения, который позволяет также серьезно снизить риск возникновения локальных рецидивов, но при этом обладает достаточно большой деликатностью и уменьшает риск возникновения серьезных осложнений. Если говорить о предоперационной лучевой терапии с позиции лучевого терапевта, радиотерапевта, то нужно сказать, безусловно, очень важным преимуществом предоперационного лечения является то, что мы очень хорошо видим саму опухоль, и поэтому мы можем очень точно сформировать и воспроизводимо сформировать объемы облучения. И вот эта очень интересная и любопытная статья, которая была опубликована пару лет назад, где было показано, что действительно, если мы планируем лучевую терапию в предоперационном режиме, то воспроизводимость объемов облучения очень высокая между различными радиотерапевтами, которые имеют уже опыт лечения больных с саркомами мягких тканей. С другой стороны, если мы это же делаем у больных в послеоперационном режиме, извините, надо вернуться, то воспроизводимость объемов облучения гораздо ниже, потому что действительно разные радиотерапевты принимают различные решения тогда, когда они формируют и основной объем облучения, и отступ от этого объема облучения. С другой стороны, на сегодняшний день, если говорить о современных подходах, то с точки зрения предоперационной лучевой терапии у нас появляются еще некоторые возможности дополнительные, это в частности использование нетрадиционных режимов фракционирования дозы. К сожалению, а может быть и к счастью, сейчас пока трудно этот вопрос ответить, но только одна группа мне известна, которая активно занимается разработкой этого вопроса, это североамериканские наши коллеги, которые используют, по сути дела, режимы серьезного экстремального гипофракционирования. По-настоящему это, в общем, своеобразный эквивалент стереотоксической лучевой терапии, потому что используются дозы по 5 грейп-5 фракций, по 6 грейп-5 фракций, по 7 грейп-5 фракций. Что можно сказать самое главное? В этой группе оценка послеоперационных осложнений позволяет говорить о том, что такие режимы экстремального фракционирования дозы, они достаточно безопасны с точки зрения возникновения послеоперационных осложнений. Если говорить вообще, в принципе, о влиянии режима дозирования на локальный контроль, то вот это тоже очень важная работа, которая показывает, что с одной стороны облучение у больных сарковыми мягких тканей, еще раз повторю, что это, конечно, в основном мы говорим о липосаркомах и синавиальных саркомах, режим облучения необходим, потому что оно примерно на 20% снижает риск локального рецидива. С другой стороны, режимы фракционирования, которые мы используем, будь это 5 фракций по 3,5 грейп, будь это 8 фракций по 3,5 грейп, 10 фракций по 3,5 грейп, вы видите, тут разные режимы фракционирования, уже речь идет о увеличении дозы за фракцию и уменьшении количества фракций. Они, в принципе, приводят к эффектам, схожим с эффектами, которые мы получаем при стандартном фракционировании, при использовании стандартной лучевой терапии. Безусловно, это очень интересно. В нашей практике я хотел показать этого пациента по одной единственной причине. Это больной, который много где лечился, его оперировали сначала во Франции, огромная липосаркома забрюшинного пространства, потом возник рецидив, и рецидив, вот когда он к нам попал, это были 2 больших рецидивных новообразования, образования гигантских, если так можно сказать. И нам его направили с просьбой провести предоперационную лучевую терапию, потому что хирургический этап при такой ситуации выполнить было невозможно. С другой стороны, мы прекрасно понимали, что облучить такие объемы нам тоже будет достаточно сложно, но это был единственный шанс у больного к движению вперед какому-то. И мы приняли решение о том, что мы одно новообразование облучим в режиме гипофракционирования, для того, чтобы как-то уменьшить темпы его роста. А второе новообразование более крупное мы будем уже облучать в режиме традиционного фракционирования, для того, чтобы попытаться уменьшить его объем, и дальше, соответственно, сделать этого больного операбельным, насколько это возможно. В режим гипофракционирования мы использовали 5 фракций по 7 грей. В центре опухоли и по периферии мы подводили дозу чуть ниже, 5 грей за фракцию, а вторую опухоль мы облучали в режиме классического фракционирования 25 фракций по 2 грея. Что получилось в конечном счете? Это планы. Надо сказать, что тогда, когда мы облучали в режиме гипофракционирования, мы практически не отступали от границ опухоли для того, чтобы снизить количество возможных осложнений, и чтобы все-таки этому больному оставить перспективное хирургическое вмешательство. Очень любопытен был результат, потому что, когда мы начали смотреть через полтора месяца, что же все-таки в конечном счете получилось, то выяснилось, что ту опухоль, которую мы облучали в режиме гипофракционирования, она уменьшилась практически в 2,5 раза в своих размерах. Та опухоль, которую мы облучали в режиме стандартного фракционирования, неожиданно для нас совершенно, увеличилась более чем в 2 раза. И мы действительно почувствовали на этом больном, почему я осмелился его показать сегодня на этой конференции, мы увидели, что различные режимы гипофракционирования, вероятно, могут приводить к совершенно различным биологическим эффектам, и изучение режимов гипофракционирования является чрезвычайно интересной и перспективной задачей. Кроме того, конечно, надо помнить о том, что использование режимов гипофракционирования, использование стереотоксической лучевой терапии у онкологических больных, это одновременно еще возможность получать системные эффекты. И это тоже чрезвычайно интересная, загадочная перспектива, не доказанная на сегодняшний день в полном объеме, но она дает возможность системно как-то воздействовать на опухолевый процесс, а поскольку мы знаем, что у больных с злокачественными новообразованиями мягких тканей, конечно, основная проблема – это системный контроль, то в этой ситуации проведение облучения опухоли в предоперационном режиме, в режиме гипофракционирования может дать какие-то дополнительные бенефиты. Это как раз иллюстрация того, что все-таки основная проблема у этих больных – это проблема системного контроля. В своей практике, если говорить об иммунологических феноменах, то, что я сейчас покажу, не имеет прямого отношения к саркомам мягких тканей, потому что мы сейчас начали, мы много занимаемся стереотоксической лучевой терапией, облучением больных в режиме экстремального гипофракционирования, и стали смотреть на иммунологические феномены, которые возникают у этих больных. Эта работа выполняется в лаборатории Ирины Александровны Балдуевой, Антону Юрьевичу Зазулией. Оказалось, что действительно, когда мы используем стереотоксическую лучевую терапию, существуют серьезные иммунологические сдвиги у ряда больных. Примерно у 30% больных. Вы видите, что, в частности, здесь в ранние сроки, после окончания стереотоксической лучевой терапии, существенно увеличивается количество Т-хелперов, которые, как это ни странно, с течением времени количество этих Т-хелперов начинает снижаться, и в конечном счете через 3-6 месяцев возвращается к исходным значениям. Это тоже очень любопытный феномен. Есть больные, у которых уменьшение количества Т-хелперов происходит более медленно. Но какой-то системный эффект мы, очевидно, видим у значительной части этих больных, хотя надо сказать, что есть группа пациентов, у которых мы вообще не видим никаких сдвигов. Это вот вы видите на этом плоти. По сути дела, количество лимфоцитов в принципе и различных подтипов лимфоцитов, оно не изменяется. Удивительный момент заключается в том, я на секундочку позволю себе вернуться, что, например, вот такого рода сдвиги, они у нас в двух случаях ассоциировались с абскопальным эффектом, и что совсем неожиданно и интересно, один из этих больных был больной с левыми саркомой, для которых лучевая терапия вообще не является, по сути дела, методом лечения. Это просто такая маленькая заметка, потому что, конечно, пока преждевременно говорить о чем-то более серьезном, но это интересное наблюдение. Это позволило нам попытаться разработать протокол, который мы назвали ножницей-резинкой. Суть этого протокола заключается в том, идея изначально может показаться абсолютно безумной, по стоку-поскоку мы решили комбинировать предоперационную лучевую терапию с послеоперационной лучевой терапией, причем и тот, и другой метод воздействия мы предполагали выполнять фактически в полных суммарно-очаговых дозах. Единственный нюанс заключался в том, что предоперационная лучевая терапия выполнялась в режиме гипофракционирования, и объем облучения полностью, то есть очень строго ограничивался границами опухоли, и мы не выходили за границы этой опухоли. То есть, иначе говоря, тот объем, который мы облучали, это тот объем, который должен был в обязательном порядке быть резицирован во время хирургического лечения. Это как раз то, что мы называли ножницей, потому что основная идея облучения вот этого объема заключалась в том, чтобы, с одной стороны, уменьшить биологическую агрессивность опухоли, с другой стороны, попытаться уменьшить ее объем перед операцией, и, с третьей стороны, если все-таки существуют системные иммунологические феномены, индуцировать эти системные иммунологические феномены. С другой стороны, послеоперационное лечение, оно преследовало совершенно другие цели, оно было классическим уже, мы облучали это в размере компармента или с большими отступами от первичного объема поражения, и основная идея была как раз контроль над субклиническими очагами опухолевого роста для того, чтобы уменьшить риск локальных рецидивов. Основная задача этого исследования на первом этапе, конечно, была оценить послеоперационное осложнение для того, чтобы понять, что то, что мы делаем, не приносит вреда больным. Ну и, конечно, уже в долгосрочной перспективе нам хотелось оценить возможность, эффективность этого подхода для обеспечения локального контроля и, может быть, какие-то системные феномены. Вот это планирование предоперационной лучевой терапии, вы видите, вся область облучения, она строго ограничена опухолевым процессом, мы не выходим за границу опухоли, более того, мы все равно осуществляем неравномерное облучение, потому что вся опухоль облучается в режиме 5 фракций по 7 грей, а сантиметр краевой мы облучаем в режиме 5 фракций по 5 грей для того, чтобы все-таки снизить краевую дозу и уменьшить риск осложнений. Если говорить о послеоперационной, это дозное распределение, если говорить о послеоперационной лучевой терапии, то, конечно, здесь уже объемы гораздо больше и дозы более традиционные, и режим подведения тоже традиционный. Таким образом, по сути дела, мы получаем возможность использовать и преимущество гипофракционирования, и преимущество подведения дозы в режиме нормального фракционирования, получаем возможность использовать все достоинства предоперационной лучевой терапии, и, с другой стороны, не теряем те достоинства, которые имеет послеоперационная лучевая терапия. Если говорить о предварительных результатах, конечно, к сожалению, на сегодняшний день больных не очень много, потому что, в принципе, таких больных немного, поэтому протоколу нами пролечено 7 пациентов. В послеоперационном периоде пока, по счастью, мы не видели серьезных осложнений, но, естественно, набор больных в этой исследовании продолжается. Еще одной интересной особенностью этого протокола является то, что мы получаем операционный материал, который дает нам возможность оценить эффекты на морфологическом уровне, эффекты гипофракционированного облучения сарком мягких тканей. Спасибо за внимание. Спасибо, Сергей Николаевич. Вопросы, коллеги? Да, пожалуйста, обо телевизоре. Скажите, пожалуйста, вот тот пример, что вы привели, где вы облучали небольшую опухоль по 3,5 грея 8 фракций и большую. Вы, когда делали контроль, может быть, имело место вот такие выводы? Почему? Потому что имел фактор времени, то есть реализация эффекта от лучевой терапии, которая закончена была раньше значительно, а на большой опухоль контроль делался сразу после лечения. То есть реализация эффекта еще, ну, как бы эффект еще не реализовался. Вот хотелось бы знать, в какие сроки это было сделано. Спасибо огромное. Я только скажу, что мы облучали, ну, она была не очень маленькая, она была там почти литр объемом. Мы облучали ее в режиме 5 фракций по 7 греи, немножко более жестком режиме. Вы, конечно, правы. Здесь может быть очень, во-первых, это могут быть опухоли биологически гетерогенные, хотя все-таки это один и тот же больной, это рецидив одного и того же злокачественного образования. Мы все-таки предполагаем, что биологически они должны быть более или менее сходные. Но, конечно, здесь могут быть различные факторы, потому что на момент проведения компьютерной томографии прошло полтора месяца с момента окончания облучения последней опухоли, то есть облучения в режиме обычного фракционирования. И, наверное, плюс еще один месяц на облучение, примерно 2-2,5 месяца с момента облучения в режиме гипофракционирования. Возможно, и этот эффект может иметь место, безусловно. Но нам просто показалось очень любопытным такая разнонаправленная динамика. И, конечно, это навелось на многие тоже размышления. Спасибо. Спасибо.